Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Даналия и сегодня у нас очередное видео по обновлению Старстейбл Онлайн. Посмотрим какое сюжетное задание нам добавили, какие скидки приехали на вещи и лошадей, ну а также поговорим об изменениях и о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайте поудобнее или же седлай своих коней и поехали. Ребята, я скажу вам сразу, что игрушка становится слишком детской, начну с этого. Разработчики написали в обновлении, что судя по отзыву многих игроков, Эпону, да, нашу любимую Эпону, сила Урожайная, Западная Эпона, Восточная Эпона, Нью Хилкрист, открывается очень сложно. Напоминаю, раньше, чтобы открыть данную локацию, вам нужно было качать репутацию в долине спрятанного динозавра, выполнить некоторые задания и прокачать репутацию с Джет в Ярлхейме, ну а также пройти всю сюжетную линию с немецкими туристами. Как только вы выполняете все эти пункты, большая вероятность, что вы выполнили абсолютно все и сможете пойти на следующий день делать задания с Эпоной, ну а также выполнить все задания заранее с Германом. Но теперь все упростили настолько сильно, что я, если честно, очень сильно расстроена. Я думаю, что те люди, которые когда-то давным-давно открывать Эпону умудрялись 18-19 уровням или даже чуть раньше, будут гордиться собой. Потому что сейчас, внимание, Эпона будет открываться с 14 уровня, и чтобы ее открыть, понадобится всего лишь дружелюбная репутация с Джет в Ярлхейме. То есть они три пункта, три репутации, достаточно тяжелые, крупные, до уровня, по-моему, избранные, нужно было качаться. И куча разных квестов и сюжеток они обменяли всего лишь на понижение уровня на 14, а также на одну единственную репутацию, снизив ее до дружелюбной. Я надеюсь, что это видео смотрят те, кто когда-то потел, чтобы заработаться до Эпоны и гордиться теперь этим. Напишите обязательно об этом в комментарии. Расскажите, как вы открывали Эпону, какие-то были ощущения, на какой лошади вы были, чем вам запомнилась данный кусок вашей юрвинской истории. Я обязательно все почитаю, ну а также отвечу вам и поставлю сердечко под вашими историями. Вот, так что да, вот это единственная грустная вещь, которая в этом обновлении. Что же нам добавили в сюжетном задании? Опять же библиотека Форта Морея. И если вы опять из нее только-только вышли, то возвращайтесь обратно. Там будет добавлено сюжетное задание, которое открывает нам тайные вещи, ну или же секретные места, которые скрываются в ее стенах. Так что обязательно поезжайте и продолжайте открывать все секреты данной библиотеки. Напоминаю, чтобы начать это задание, нужно иметь старайдер и завершить все предыдущие сюжетные задания. Иначе без этого вы не сможете проходить сюжетку данного обновления. Ну а теперь самое приятное, черная пятница, ну а точнее на русском переводе скидки. Хотя в оригинале здесь было бы написано Black Friday. Не понимаю, почему они здесь перевели как не черная пятница, а просто скидки. Но скидок очень-очень много. На одежду, снаряжение, на лошадей. Но обо всем по порядку. Давайте начнем с лошадок. Скидки распространяются на мустангов, исландцев третьего поколения, арабов третьего поколения, ну а также юрвинской чистокровной лошадь. Скидка 50%. Мустанги второго поколения 485 старкоинцев будут стоить. Исландцы тоже 475 старкоинцев. Арабы у нас тоже 475. Ну а началочка будет стоить 375. Если вам какую-то лошадь хотелось приобрести, но вы никак не могли на нее копить или не хватало вечно в наших запасах старкоинцев, то сейчас прекрасная возможность. Или же, к примеру, некоторые масти таких лошадей, как юрвинская чистокровная, находятся в деревушке полумесяца. К примеру, вот эта вот. То тоже можно ее купить именно сейчас. Так что это очень удобно. Ну а все исландцы, в принципе, находятся на закрытой территории Нью-Хилкеста. И если вы еще не открыли Япону, пожалуйста, приезжайте в Морленд, недалеко от маяка, чтобы купить этих очаровашек. А скидки на одежду и снаряжение находятся прямо на ярмарке. Нет, я согласна. Атмосфера здесь очень приятная. Действительно, ощущаешь, как будто это некая ярмарка распродажа. Вы подходите к вот магазину. Он здесь один. Не надо бегать искать. Тут два продавца. Нажимая на продавцов. И все, что когда-то продавалось на странствующей ярмарке, продается здесь же. Причем некоторые вещи были с пониженной ценой. И это, кстати, навсегда. Это не скидка. Я лично смогла закупиться старыми вещами, которые очень ностальгируют в моей душе. Так что, если вам что-то из этого понравилось, или вы хотите для некого комплекта, тоже советую заглянуть. Может быть, что-то из старого вам понравится. Также разработчики готовят некий сюрприз. Очень странный. Точнее, их несколько. На сайте написано подарки. Подробности мы узнаем в пятницу. Интересно, что же за подарки. Надеюсь, они будут бесплатны. Ну, а также сюрприз. Популярное предложение появится в четверг. 24 ноября. А с предложением, которое станет доступно в понедельник, 28 ноября, мы сможем открыть для себя все возможности Star Rider. Ой, все возможности Star Stable. Это, наверное, связано с лайфом. Но почему они об этом написали в отдельной строчке? Именно в новостной ленте, да еще и скидочной, что там подарки ждут и некоторые сюрпризы. Я очень боюсь, как бы это ни было связано с каким-то предложением. Ну, точнее, популярное предложение упоминается. Но как бы это ни было каким-то супер крутым отдельным предложением, которое RF игроки не смогут купить. Это будет очень-очень больно и грустно. Я надеюсь, что там будет что-то именно на игровую валюту, что-то внутри игры или какой-то подарок для игроков, допустим, выше 20 уровня. В общем, не знаю, никто не знает. Сидим и гадаем дальше. Ждем указанных дат. Еще одна очень странная запись. Разработчики сообщили, что два элемента Юрвика преобразили. Найдем ли мы их? В общем, нужно поискать эти новинки на острове. И расскажите, конечно же, об этом обновлении, если вы все-таки его найдете. Это очень странно. Юрвик огромен. И найти каких-то два элемента, которые преобразились, я думаю, получится только совершенно случайным образом. Ну, а что же ждет нас на следующей неделе? Появится новая постоянная гонка на полуострове Южного Копыта. А также снаряжение. Я думаю, это будет что-то новое в стиле вестерна, так как именно Южная Копыта ассоциируется с более свободной ездой и вестернским стилем. Ну, а на этом все. И я с вами прощаюсь. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии с рассказом о том, как вы открывали когда-то Япону, какие были ощущения, ну и на каких же лошадках у вас произошел данный великий момент. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. И советую вам хорошенько повоспоминать, каким ассо было раньше. Всем пока.